Для лиц старше 16 лет. Инди-игры. Особый жанр или побочный продукт в гейм-индустрии. Кто-то относится к ним скептически, другие ждут их победы над мейнстримом. Я готов доказать, что Инди — это целый мир. И даже больше. Москва. Именно здесь живут и трудятся разработчики очень экстравагантной игры GATE. Этот увлекательнейший платформер внезапно ворвался в Steam, мгновенно обеспечив себе место в топе. Все о хардкорной GATE со сложными загадками и симпатичным персонажем в этом выпуске. Привет всем, меня зовут Меликов Тимур. Я один из разработчиков игры Гайды. Ну, как всегда, мы хотели по отдельности как-то сидели, пытались каждый делать какие-то свои проекты, где-то искать людей. В итоге, через знакомых-знакомых, мы познакомились с Антоном. И мы поняли, что у нас есть какие-то общие интересы, и что у нас есть возможность поработать вместе. А с этого все началось. Мы начали уже конкретно думать над тем, какую игру мы можем сделать, что мы можем сделать интересного. Был достаточно долгий период разработки концепции, именно геймплея и всего остального. Ну, а потом уже у Антона был... Антон достаточно долго этим занимался, еще до того, как со мной познакомился. У него был свой движок уже готовый. Ему оставалось его только доделать под те нужды, которые мы определим. Вот. Ну, он его допилил, и мы начали делать игру. А уже впоследствии, когда нам уже... Ну, можно сказать, когда мы прошли середину разработки, нам уже понадобилось расширение команды, и мы стали искать каких-то новых людей. Ну, вы, наверное, про нашу всеобщую любимую героиню. Ну, в общем-то, идея изначально была Антона. На самом деле, вокруг этой темы было сломано достаточно много копий. Вот. Мы ее обсуждали чуть ли не до самого релиза. Как нам это делать? Стоит нам это делать в таком виде, не в таком виде? Но в итоге было принято общее решение, что надо оставлять все именно так, как все зашло в финальную версию. Нет. Все выстраивалось изначально. Мы... Ну, вообще, мы как старые геймеры, которые еще помним игры на Dendy, на Atari, и там первые Resident Evil, мы как бы все выстраивалось изначально от механики. Мы хотели сделать что-то похожее на старый Resident Evil. Мы на это ориентировались, на первые. Может быть, там мы добавили элементы Tomb Raider взяли какие-то. Вот. И, естественно, нам хотелось сделать игру, в которую можно было бы играть. То есть, сложную игру. Не просто интерактивное кино, которым просто можно посмотреть, понажимать кнопочки и так далее. Да. Для нас, для всех, всегда интересным являлись игры, в которые нужно играть. Ну, вот мы примерно на это ориентировались, отталкиваясь от механики. Ну, да, мы создали примерно то, во что мы сами поиграли бы с удовольствием. И, в принципе, это и играли с удовольствием на протяжении всего времени разработки. Ни один, ни два, ни два десятка раз. Но главная героиня... Скажем так, концепция чем-то похожа. Может быть, да, мы взяли что-то похожее от Портала, в плане того, что это исследовательский комплекс, но он скорее задействован не просто на то, чтобы проводить исследования, а на то, чтобы совершенствовать искусственный интеллект. Да, героиня – это одна из представительниц искусственного интеллекта. Ее задача – пройти лабиринт до конца, построенной ее предшественницей. Соответственно, если она делает это неудачно, значит, эта итерация признана неудачной, она отправляется в утиль, идет следующее. Если она доходит до конца, то она заменяет собой мастера, строит свой лабиринт и признается эксперимент удачным, продолжается дальше. Опять запускается новая машина, ну и так далее. Цикл. То есть, да, прохождение Greenlight для нас был большой опыт, тогда мы получили достаточно много фидбэка. Но тут получается как? Главное учитывать один момент, что не все люди, которые оценили твой продукт, тебе что-то напишут. Пишут чаще всего, особенно в первое время, активно начинают писать люди, которые чем-то недовольны. Поэтому, когда мы, например, выходили в Greenlight, то в первые несколько, там, 3-4 дня мы получили кучу негативных комментариев и при этом кучу молчаливых «за». Вот. Достаточно сложно это оценивать. Ну, как бы, когда ты постоянно сидишь и читаешь сплошные негативные комментарии, тебе кажется, что все так думают, но тут главное попробовать заставить себя абстрагироваться от этого. И все. Ну, после релиза было примерно то же самое. То есть, в первые несколько дней мы получили кучу, там, всяких троллей или каких-то просто идейных чуваков, которые заходили на наш форум, писали что-то. Некоторые даже специально покупали игру, писали отрицательный отзыв и потом рефаунд делали. Да. Вот. Ну, как бы мы уже были к этому готовы, у нас уже был опыт. Главное, что у нас уже после Greenlight осталось достаточно определенное количество игроков, которые были заинтересованы в нашем проекте. Поэтому мы получили достаточно большое количество позитивных отзывов уже при выходе. И сейчас, если посмотреть в Steam, то у нас количество позитивных отзывов около 90% нас отустраивает. Более чем. На самом деле, если говорить о реакции, мы достаточно много времени провели за просмотром всяческих видео, как люди играют в нашу игру, трансляций. Я могу сказать, что реакция примерно одинаковая практически у всех игроков. Первые минут 10-15 все забавляются, прыгают на месте, приседают, залезают на уступы, слезают, зависают, смеются и так далее. Где-то комнаты после пятой, когда уже начинаются хоть какие-то малейшие препятствия, люди начинают меньше обращать на это внимание. После встречи с первым ботом и когда там нужно найти первые патроны, люди уже совершенно забывают о том, как выглядит модель. Они полностью... Ну, то есть, тут есть два варианта. Либо людям игра не понравилась, они просто выключают, либо люди уже совершенно забывают о внешнем виде модели и начинают сосредотачиваться уже на том, как бы им решить задачу. И уже вспоминают об этом, о том, как она выглядит где-то к середине игры. Ну, на самом деле, Portal, я вот, если честно, я очень много на это смотрю, и я не понимаю, почему в первую очередь нас сравнивают с Portal. Вернее, понять-то я это могу. Ну, визуальная эстетика, белый цвет, как бы набор комнат, но по всем остальным элементам мы от Portal отличаемся очень сильно. Ну, то есть, глобально у нас... Мы намного больше похожи на какой-нибудь Resident Evil или на Tomb Raider. Вот. Ну, собственно, основными источниками вдохновения они являлись. Да, ну, глобально, после того, как мы... То есть, мы не планируем делать никаких DLC или дополнений. Единственная поддержка, которую мы оказываем, это техническая поддержка. В остальном, это продукт законченный. Если комьюнити будет выпускать что-нибудь интересное, мы, может быть, это рассмотрим и включим. Сами мы уже вряд ли что-ли будем. Нет, мы более чем довольны. Релиз признан нами удачным. Учитывая то, что мы... У нас нет ни издателя, ни спонсоров, ни бюджетов. Мы все делали сами, там, в свое свободное время, без каких-либо вложений финансовых. У нас не было там ни рекламы, ничего. Мы вполне довольны. И единственное, что была там достаточно такая пренебрежительно-негативная статья на Катаку. Ну, даже не статья, а, скорее, заметка автором, которой была женщина. Мы не выясняли, конечно, ее взглядов, но, по-моему, все там по тексту было понятно. Ну, так, глобально, ничего такого никаким. Да нет, ну, кому мы нужны? Если бы мы на широкие экраны с этим выходили, или еще, может быть, мы не получили какой-нибудь глобальный фидбэк, все-таки у нас не такое распространение по аудитории. Нет, ну, инди-игры я люблю. Инди-игры – это хорошо, мы сами инди. Вопрос в том, что сейчас, на самом деле, достаточно многие небольшие студии стали... Ну, то есть, если брать инди в своем изначальном определении, то это компания, которая выходит без издателя, без поддержки издателя, да? Сейчас многие проекты, с виду небольшие, они стали мимикрировать под инди. То есть, на самом деле, они по всем внешним признакам производят впечатление инди. Их действительно делает маленькая команда. А потом, когда ты смотришь уже данные, да, то они их публикуют какой-нибудь крупный издатель достаточно. Вот. Ну, а так, ничего плохого. Инди – это хорошо. Инди расширяет, да, инди позволяет себе многое из того, что не позволит себе крупная корпорация, потому что у нее совершенно другие заботы. Она думает о прибыли, о увеличении количества игроков, им нужно расширять бюджеты и все такое. Инди может себе позволить делать то, что она хочет, просто потому что инди может рисковать. Хорошо, спасибо вам большое за вопросы. Мне было интересно на них отвечать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok